как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии и в эфире вин вин зум номер 391 тема сегодня душою старо руками на ваших лицах или как таролог открыла бьюти кабинет косметологии и массажа спикер алена воложанинова vk.com таролог подчеркивания гудсул алена добрый день добрый день алена гудсул это ведь народность такая да народ есть такое на границе украины с молдавией совершенно верно да есть такие и вы принадлежите к этому народу да мой дед был гражданином украины но его уже нет живых и как раз видимо наша родословная пошла с тех мест но фамилия у вас российская воложанин у меня родственники воложанин и вы воложанинова да это фамилия уже получено мной в браке а фамилия настоящая какова вас по отцу гудсул гудсул потому что название народа гудсул и и фамилия гудсул да получается алена ну вот конечно сразу хочется вас просить про предназначение потому что таро карты они про предназначение в детстве вы думали что вы будете сначала воспитателем а потом медсестрой а потом станете психологом а потом еще откроете бьюти кабинет и косметологом нет в детстве я вообще говорила папе что я хочу быть звездой кем вот видимо звездой какой небесный нет я не думала что будет именно такой путь но для кого-то вы стали путеводной звездой потому что как таролог вы делаете расклады то есть указывайте им путь через карты почему вас география грузия посмотрел и пишите да то есть а из молдавии там всех мест где ваши предки жили кто-то вам обращался уже нет нет не было у меня нет связи связи утерянной с родниками по той линии я не общаюсь но когда нибудь может к этому вернетесь а вот как вас не знаю может быть карты таро как-то вас привели к тому кем и сейчас являетесь вот мне про это интересно спросить а на самом деле я считаю что я на путь вообще стала одновременно разница то есть меня всегда интересовала косметология я мечтала быть косметологом уже очень давно но я жила в маленьком городе где не было возможности обучиться в соликамске вы жили он большой город небольшой численность но примерно 80 населения и учебных центров там именно с этой направленностью не было вот это мы пошли работать детский сад сначала до детский сад вообще такая долгая история то есть я училась медицинском и подрабатывал не было в детском саду ну и когда я закончила медицинский меня уже взяли туда на постоянную работу вот в общем то я там проработала воспитателем с образованием медсестры средне технически группе то есть в то время медицинское образование позволяло работать именно с детьми я сильная группа потому что там больше идет уход нежели образование обертывание бы сказала как у вас тоже из процедуры обертывания и вы обертывали там чем одеялами а тут вы женщин обертываете ламинариями водорослями огромными как страшно это выглядит со стороны и зеленые противные скользкие но конечно мы знаем про ее она в 90-е годы когда не было ничего магазинах она лежала а вы тогда еще вас не было на свете а мы-то помню вот и но возвращаемся чуть назад а когда вы сделали шахта больших перен переехали когда из медсестры вы стали решиться решили стать косметологом получается сейчас я вам скажу это все в общем то вот перемен у меня был на самом деле 2020 каким бы он не был сложным может быть для всего мира да с ковид-19 у меня это вы дома не стали сидеть решили переехать правильно это уже был конец за года в общем то и как раз тогда я обучилась и на таро и переехала вперед и в общем то все кардинальные события мне принес 20 год а вот ну а дальше это стало набирать обороты а вот ну конечно же не без усердия труда ошибок а вот и даже сначала поработали в найме обучились да вот косметолог косметолог косметолога вот но шаг от найма самозанятые он у всех разные длится по-разному у вас сколько он длился так ну три года то есть три года я работала в салоне красоты в одном а я работала филиале в саликанске но также их салоны были и в перми поэтому когда я переехала из саликанска я продолжила работать в этом же заведении но уже в другом городе вот сейчас как раз мой центр приемский край про вас ролик они сняли да вот вы такое как бы типичный герой да их образовательных программ потому что они там что делают они бесплатно обучают и одновременно еще какие-то делают услуги ну например фотосъемку там или таргетинг рекламу да как-то перед тем как вы открыли свой кабинет как это все происходило с их помощью вот если честно я немножко даже боялась этого вопроса потому что мой бизнес немного приукрасили в своем посте я не проходила одних обучение может они немного перепутали поэтому как у них вот обучение я не знаю обучалась я сама заканчивала школу съемку то они для вас сделали вот это обращаетесь заполняете форму заявленную в общем-то прикладываете справку о том что вы являетесь самозанятым выбирает который хотите воспользоваться и в общем то ее получаете у вас только была фотосъемка вот как таргетинга не было бесплатного в соцсетях или был тоже таргетинг не получится сделать в моих соцсетях через центр мой бизнес ну вот а кто вас учил как вы там говорите в сюжете у них что вот с налогами там все не так все просто сложные тогда но сейчас для самозанятых просто я вот захожу свой кабинет там и все и через чеки все легко отсчитываться как у вас ну то есть сейчас у меня также на смотрите вот момент я хочу сменить статус а самозанятости на и п да потому что у вас уже наверное как бы такой доходы не позволяют они уже больше чем для самозанятых или как нет немножко другие мотивации у меня вот пока еще я являюсь самозанятой вот укладывайтесь там по-моему сколько два миллиона в год или сколько вот и чтобы сменить этот статус и также не попасть в какую-то налоговую проволочку и знать все это то есть я обратилась девочка получила полноценную консультацию и теперь я не боюсь сменить этот статус и перейти на и п ну вот при открытии кабинета бьете своего там что самое сложное что всех по-разному бывает там у кого-то просто набрать денежку там на аренду то что это большие расходы до для начала у вас что для меня самым сложным было заиметь свою клиентскую базу потому что у него не так сложно были какие-то скопления я понимала куда двигаюсь вот на самом деле клиентская база потому что понимать нужно да что я человек новый в этом городе у меня здесь нет родственников у меня здесь нет друзей и то есть это с ноля можно сказать я не уходила с какой-то клиентской базой я полностью набирала клиентуру свою с неизвестным именем здесь то есть меня здесь никто не знал вот это для меня было сложно потому что женщины действительно они же как бы доверяют свое лицо самое дорогое что у них есть например на этот ваш лифтинг да и соответственно они вот ну и как как это происходило как вызывали доверие какие способы использовали способов на самом деле было несколько самые первые клиенты у меня появились через группы ищу модель где выкладываете посты проплаченные вот они стоят очень дорого и эти группы массовые до пермские какие-то есть такие да массовые да но я пользовалась всегда одной группой она более-менее такая раскрученная то есть там достаточное количество а сколько там тысяч 10-15 больше ну мне кажется там около где-то 60 тысяч 60 тысяч ну это сравнимо знаете с группами типа афиша перим где тоже самозанятые в принципе успешно рекламируются там дорогие объявления они не сыграли у меня не сыграли у меня были просто герои которых сыграли но дорогие это сколько они или там сколько там 500 а нет у меня говорили про афишу перим вот не про типичную перим но у вас-то ближе действительно к моделям поэтому целя аудитория у вас там сидит да вот и дальше стоит всего лишь 100 рублей и оттуда приходила у меня всегда достаточное количество человек то есть вы там занижаете немножко стоимость девочки сразу же идут дальше они видят результат хорошие к ним отношения комфортность как занижаете стоимость то есть вы обещаете столько а потом платят больше ли как нет почему допустим на первое на первую процедуру поменьше да получается для модели конечно человек всегда рыбы ищет где глубже человек где лучше вот где ему будет выгоднее и поэтому такие желающие находились изначально вот приходили у меня а потом наверно сарафанка пошла да то есть рекомендации лично и сейчас то есть это не так быстро на самом деле возвращаемость клиентов и особенно радость приносит мне тогда когда я узнаю что это по рекомендации вот мне о вас сказали мне сказали что вас приемлемо что вот вы вот такая-такая с медицинским образованием и так далее и в общем-то приходил у меня у меня тоже сарафанка потому что как бы как набрать 80 800 самых ярких героев переме предпринимателей только через личную рекомендацию всех прошу рекомендовать кто вас лично вдохновляет вас тоже есть наверное кто-то кого учитесь да там в соцсетях ваших может быть из другой сферы но просто они вас вдохновляют как люди вообще даже самозанятости и ну к своему делу пришел как раз от вдохновляющих меня людей сменилось окружение у меня стало много появляться людей тех кто занимается с воделом то есть девочки у одной пошив одежды когда вы учились на косметолога да вот там это новая полос появилась аудитория вдохновляющая комьюнити вообще переезде начиная как я уехала окружение стало меняться и где-то ты начал вращаться в других уже сферах покидая границы с альфа вот и и меня вдохновляли очень сильно как раз таки мои друзья у меня есть достаточно взрослые товарищи семейная пара они такие очень предприимчивы у них было несколько бизнеса сейчас они приехали в сербию связи с последними событиями вот и они являлись для меня прям супер вдохновителями называется наставник сейчас да но только бесплатно за дружку и еще мы специально в кадре поставили возвращаемся к вашей таро сущности да вот первый раз слышу про игру лила ей 2000 лет вы как пишете да вот она как-то построена на таро картах или как это почему людям это тоже интересно игра лила это вообще да древнейшая игра правильно вы сказали она пришла к нам из индии и она идет на работу с подсознанием то есть перед игрой мы проходим небольшую практику подышали помедитировали буквально там недолгое количество времени переносимся к своему бессознательному и эта игра кости когда бросаете кости задаете вопросы в общем-то или путешествует по клеткам жизнь как у нас идет жизнь вот эта игра это и есть жизнь и в общем-то на этом игровом поле вы получаете ответы но это традиционная схема всех метафорических игр которых у нас много проходит они такие по сути деловые до игры где люди встречаются нет воркинг такой да у вас тоже самое но на основе древний до такой а как он это ваша аудитория таро соприкасается с аудиторией женщине кажется и довольно близкая аудитория да тоже если женщина такие средних лет например они этим тоже интересуются и средних лет и молодые девушки и у меня есть клиенты мужчины вот так что человеку мне кажется когда мы проходим определенный уровень даже по пирамиде маслоу и закрываем свои ниши потребности да мы поели попили поспали нам хочется чего-то больше а вот мы хотим познать себя и поэтому конечно появляются есть запрос пожалуйста есть мое предложение мы можем сыграть напомним давайте да там выше опирая в этой пирамиде масло ступень самоактуализации самоактуализирующий человек это тот который сам растет и других тянет за собой да он там еще есть говорят в по новой классификации еще другая следующая ступень когда человек уже выходит на уровень общения с космосом с богом да со вселенной не только землей вы уже туда полетели да я видимо на низком старте туда да вы же пишите про себя еще что вы проводник в мир духов по моему-то вас так было написано с игрой лила связано то есть мы там обращаем высшему я и кто что верит кто-то верит в бога да кто-то во вселенную кто-то там в какой-то космический разум то есть мы общаемся именно с этим и я говорю что проводник почему потому что я могу проводить в этой игре его разумному вечному а вот возвращаясь на землю плоти вот есть же поговорка такая с лица вода не пить я кстати очень поддерживаю потому что когда я беру интервью для меня внешность не играет роль я пытаюсь прозреть как бы душу человека да сквозь его часто внешность вообще мешает и даже одежда вот эта всякая модно она мешает мне потому что там очень легко как бы укрыться вот в эти в эти одежки да а внутри то ничего нет пустота вот а но вот ваш лифтинг и лазерной эпиляции и обертывание если у человека внутри красивая душа как вы ее видите да то лицо помолодевшее тело и тело не помешает да эту душу украсить на самом деле ко мне приходят такие взрослые женщины с такими горящими глазами и и у них внутри свет и они могут быть красными но у них такие яркие глаза что от них тоже вдохновляешься а но вот я кстати делю своих героев не то что героев которые у меня выступают в эфире вообще всех людей на светлых и темных зачем они отличаются не то что внутри у них внутри света других темнота нет светлые это те кто делится всем что у них есть другими а темные они все таки больше про себя думают каждую минуту да вот а я вас прошу про темных в этой классификации которые но есть такие люди которые у них все только внешность а пытаешься поговорить там как-то все про себя про себя про себя и как-то скучно с ними вот им то ведь эта красота не поможет или помогает сейчас да тоже ну конкретно для них им же хорошо в этом состоянии такие люди часто пытаются навязать у меня дружку когда только к тебе вот поток информации я я я вот я ты уже не можешь слушать вот поэтому но им же хорошо в этом деле и наоборот у вас смысле что есть люди которым нужна ваша помощь как вы пишете моем кабинете звучит смех и слезы потому что душа она единственная знаю чего хочет очень часто это просто поговорить чтобы выслушали то есть вы еще работаете успели закончить получается да четыре курса как называется сейчас философско-силологический факультет психология бакалавр да получается процессе обучения то есть сейчас я учусь получаю высшее образование а еще да и поэтому эти знания вам тоже помогают ну то есть смотрите алена вообще другой человек вы были воспитательницей медсестрой а теперь вы а косметолог еще психолог то есть это совершенно другая жизнь другая вселенная или как вы это воспринимаете я бы это соединила на самом деле то есть это тоже лечить это помогает то есть медсестра я понимаю что я не смогла вот телом с кровью там вот это все оказалось не мое а лечить душу и помочь человеку словом выслушать его направить возможно вот это мое и к этому я пришла уже ближе к 30 годам то есть я наконец-то поняла что мое чем я хочу заниматься вот и как очень удобно смотрите вы там стоите у вас руки делают процедуру на лице да вот эти там с помощью вашего оборудования микроугольчатый лифт а что такое РФ это ведь не российская федерация лифтинг РФ да вот а микротоки то что микротоки это процедура просто вау это чашка кофе с утра это заряд подростки для организма это такая физиотерапевтическая процедура вот которая направлена на баланс нашего всего организма с нашей электролиты клетки с полюсами плюс минус с возрастом теряют полярность клетки расходятся а микротоки и в общем то на самом деле а из чего они делают эти микротоки то получается как это из чего это такой специальный аппарат микротоковый понятно лазерная апелляция ну это понятно и возвращаемся к обертывания ламинариями вот я задумался где же брать такие большие у вас они там такие огромные листы где вы берете есть поставщики которые занимаются можно и на маркетплейсах они же где-то выращиваются где в каком-то море да у нас или где-то у меня ламинария она морская то есть я брала водоросли и крымские и краснодарские их срезают на морском дне хороший такой срез огромные ламинарии ну до метра метра полтора и довольно дорого надо довести ведь это все еще сюда вот да это очень дешевое удовольствие на самом деле я почитал как работает у вас лифтинг там видно на лице да вот даже сейчас у меня уже к сорока девяти уже вот эти щеки они такие ба 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 они нависают у женщин тоже в этом возрасте а после этой процедуры вот этих вот мешков на щеках меньше видно да они как-то сглаживаются как называется эти брыльи вот эти внизу которые вот это углубки здесь у нас здесь у нас губные наши складки я могу рассказать за счет чего это происходит то есть при микро игольчатом воздействии вас одновременно ежесекундно проникает 25 позолоченных иголочек микро микро они выставляются с определенным режимом температуры ну в среднем это 80-85 градусов то есть когда они проходят свой наш дермальный слой вызывают нагрев белка и происходит синтез этого белка то есть например так же как вот вы варите курочку да алена не в подробности коротко у нас время заканчивается и что оно сварилось оно потянулось так же и за счет этого то есть мы курица сварилась она подтянулась понял вот а ламинарии как действует я тоже почитала у вас что вы завернулись в них и уменьшается апельсиновая корка кожа или что корка отеки уходят очень хорошо сегментные пятна морщины дряблости а почему и на ламинарии так действует то а нельзя в простыню просто завернуться холодно конечно нет нельзя потому что ламинария определенным составом наделена то есть это йод это альгинаты кушать то полезно и заворачиваться полезно морская капуста морскую капусту я помню нам всем рекламировали потому что она продлевает жизнь там вот эти вот есть все специальные микровещества да то же самое видимо воздействие на на кожу алена закачиваешь сформулируйте нашу тему коротко кто захочет пойти по вашему пути и может быть небольшом городе проделать путь ваш то есть открыть свою бьюти кабинет или в большом другом каком то что надо сделать один два три короткое эфирное время где я не смогла полностью рассказать свою историю но я хочу сказать что мамочки после декрета мне кажется это самое то которые не знают чем заняться куда себя окунуть вот в принципе а вы то не после декрета у вас же это не связано у меня не связано но я знаю очень много девушек которые себя потеряли в декретных отпусках и они не знают кем они хотят быть что они будут делать а выходить на работу в найм им больше не хочется и видеть все эти лица и работать пять-два света белого не видеть в общем то вот им будет неплохо но самозанятые тоже света белого не видят потому что тут не заработаешь не смысле не походишь не позаработаешь не продвигаешься и не позаработаешь в первом едином сет человек то есть я могу контролировать и соблюдать баланс отдыха и труда вот поэтому все время нельзя работать я сейчас с вами на эфире дома рабочий день мой на 15 часа через два пусть до вечера но я смогла сделать а какая главная заповедь у вас от лилы от вашей игры от лилы нужно чувствовать свое я слышать себя на самом деле истинные мотивы то есть понимать свое предназначение и больше отдавать себя духовному нежели материальному лила это не про материальное с нами сегодня была Алена Воложанинова бк.ком таролог подчеркни гудсул наша тема душой и старой руками на ваших лицах или как таролог открыла бьюти кабинет косметологии и массажа Алена спасибо удачи вам до свидания как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы Верхникамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса город Березники улица юбилейная 17 Алена Воложанинова Алена Воложанинова Верхникамская